Привет, друзья! Вы на канале QG.RU и у нас время сравнений. Время сравнений среднего класса и это будет очень жаркая битва, друзья, потому что смартфоны очень близки по многим показателям, но при этом они враждуют между собой, да, как и враждуют их компании. В правой руке, по отношению к вам это левая рука, да, но в своей правой руке я держу Samsung Galaxy A50 модель 2019 года. Супер хит, который просто коробками какими-то гребут изо всех мест. И, кстати, в магазине QG.RU тоже очень приятная цена. Да и, собственно, Huawei P30 Lite не отстает. Новиночка от компании Huawei P20 Lite просто тоже гребли не прям коробками, но коробочками. Тоже очень-очень интересный смартфон, который очень близок по цене к Samsung, имеет ряд других плюсов, которые определенно тоже привлекут покупателей. И оба эти смартфона стоят очень близкие цены. Поэтому сейчас оставайтесь с нами, подписывайтесь, если еще не подписались. Будет много других обзоров и сравнений, чтобы ничего не пропустить. Если останется что-то непонятно, всех жду в комментариях под видео. Может быть, я где-то ошибусь, тогда поправьте. Буду благодарен. Ну и, конечно, чтобы посмотреть, сколько оба эти смартфона стоят, в каких цветах есть, переходите по ссылкам под видео в магазине QG.RU. И на эти смартфоны, и на другие приятные цены. Три года гарантии. Я много телефонов тестировал, да, за все это время. Но вот средний класс, это вот действительно там до 20 тысяч, или там в районе 20 тысяч. Это вот смартфоны, которые берут вот в основном все. Потому что смартфоны еще не так дорогие, но при этом они уже достаточно мощные. Они уже с неплохими камерами, с неплохим функционалом, ажой обычно нормально выглядят. А вот этот сегмент, он очень популярен. И вот эти смартфоны, убийцы вот этого всего класса. Самсунг вышел чуть-чуть раньше, чем P30 Lite, поэтому было, конечно, посмотреть интересно. Потому что в прошлом году у Самсунга не было нормального адекватного ответа Huawei, или Xiaomi, или еще как китайцам. Сейчас же, в 2019 году, а серия бьет уже практически всех. Самсунг пластиковый, но красивый сзади. И вот в руках он как-то лежит приятно, прям очень приятно. И вот даже когда держишь в руках, они же придумывали даже название специально для этого пластика. 3D-гластик. Ну, то есть, ну, стеклопластик на русском, да, фактически. Действительно... Собака. Вы, кстати, он не скользкий, чтобы понимали. Выглядит он красиво, дороже своей цены, и лежит в руке ощутимо, и вот прям здорово. Тот же Huawei. Вот я в руках держу не очень удачную расцветку, черную, потому что есть другие, намного красивее, которые выглядят уже практически как флагманы. Они прям, конечно, вообще космос. И сзади стекло. И по идее он должен ощущаться как-то дороже и так далее, но этого нету. Ну, действительно, когда вот два смартфона держу в руках, я вот, ну, как бы, я знаю, что с Samsung пластиковый, я знаю, что с Huawei стекло. Но по ощущениям в руке предпочтение не могу отдать никому. По цветам, ну, два черных смартфона. Цвета я, пожалуй, оставлю на вас все-таки. Вот с лицевой стороны, вот с лицевой стороны я однозначную победу могу отдать Samsung, потому что при примерном сохранении габаритов экран больше и рамки тоньше. Подбородок примерно плюс-минус одинаковый. И выглядит за счет этого эффектнее как раз Samsung. Просто больше экран, тоньше рамки, все, эффектнее выглядит Samsung. В обоих смартфонах используется USB Type-C для зарядки, есть разъем под наушники и один динамик. Кнопки управления находятся на правой стороне, а вот еще одно весом преимущество Samsung это не комбинированный, как у Huawei P30 Lite, а полноценный слот по две симки и карту памяти одновременно. То есть здесь, несмотря на то, что встроенной памяти можно уже купить много, там, 108 гигов, например, но еще можно поставить еще карту памяти и будет у вас совсем много памяти. Поэтому в этом плане преимущество некоторое у Samsung есть. Подводя итог, вроде как по материалам должен быть лучше Huawei P30 Lite, но на ощупь это особо не ощущается, а с лицевой стороны мне больше понравился Samsung. По экрану, на самом деле по экрану здесь, наверное, больше на ваш суд, потому что по техническим характеристикам Samsung выиграет. 6,4 дюйма, разрешение Full HD+, и используется фирменный Samsung-овский AMOLED дисплей. Причем в данном случае Samsung имеет еще и отпечаток пальца прямо в экране. Это выглядит эффектно, работает, правда, не так быстро, как и отпечаток сзади, говорю сразу. Зато оба смартфона разблокируются по лицу и делают это одинаково быстро. В то время как у Huawei используется экран диагонали 6,15 дюймов, то есть поменьше. Решение, правда, также Full HD+, и это уже обычный IPS дисплей. Тоже очень хорошего уровня, тоже с очень хорошей цветопередачей. Экраны в обоих смартфонах просто отличные за свою цену. AMOLED, правда, подходит не всем. Кому-то по предрассудкам, различным легендам и так далее. Но в целом, вот я лично отдал предпочтение бы Samsung. Экран больше при практически таких же габаритах. Процессоры, и здесь битва двух процессоров в собственном производстве. Kirin 710 в Huawei P30 Lite и 4 гигабайт оперативной памяти. Против Exynos 9610 в Samsung и на выбор или 4, или 6 гигабайт оперативной памяти. Сейчас у меня в руках, кстати, оба смартфона с версии на 4 гигабайта. Huawei вариантов нет. В повседневной жизни, если вы не играете в игры или играете в какие-то простенькие игрушки, оба смартфона будут для вас фактически неотличимыми. Оба смартфона работают быстро, шустро, все работает, открывается очень быстро, очень шустро. А если говорить про игрушки, на самом деле, если говорить про игрушки, то результаты примерно такие же будут. Даже несмотря на наличие версии на 6 гигабайт оперативной памяти в Samsung, что вроде как предпочтительнее, в игрушках эти смартфоны ведут себя примерно одинаково. Можно попытаться запустить PUBG, What of Tanks, Asphalt, G-Tage на высоких настройках, но у них могут быть некоторые проседания, нестабильные FPS. Поэтому комфортнее всего в эти смартфоны играть именно на средних настройках. Хотя у Samsung есть небольшое преимущество, все-таки по производительности. Это, кстати, проявляется в том числе и в Antutu. Например, Huawei набирает 130 тысяч баллов, а Samsung 146 тысяч. Камеры. Вот в камерах здесь прям все сложно. Начнем с селфи-камер. И здесь уже начинается эпичный батл, потому что Samsung 25 мегапикселей, апертура 2.0, и Huawei P30 Lite 32 мегапикселя с селфи-камера с апертурой тоже 2.0. Вы знаете, вот как бы по цифрам побеждает Huawei, и когда я вот открываю селфи-камеру, я начинаю делать селфи-себяшку и потом рассматривать ее. Я говорю, по детализации побеждает Huawei. Побеждает просто, да и все. Но если говорить про общий снимок, то красивее получается на Samsung. Как вам? При этом, на самом деле, обе селфи-камеры мне очень нравятся. Действительно, для смартфонов этого ценового диапазона обе селфи-камеры просто отличные. Вопросов к ним особо у меня точно нет. С основными камерами тоже оба смартфона за свои деньги, я в обзорах их это говорил, снимают просто потрясающе. Да, я напоминаю, здесь в обоих смартфонах используется тройная камера, причем одинаковой компоновки. Давайте начнем с Huawei. 2.4 мегапикселя, основная камера с апертурой 1.75, вспомогательная на 2 мегапикселя, и третья широкоугольная камера на 8 мегапикселей. При этом, что забавно, у Samsung цифры примерно одинаковые. Основная камера 25 мегапикселей уже против 2.4, но апертура 1.7 против 1.75. Широкоугольная камера на 8 мегапикселей и камера для портретных снимков на 5 мегапикселей. То есть чуть-чуть побольше цифры, 5 против 2, 25 против 24. Основные камеры в этих смартфонах одни из лучших, которые можно купить до 20 или в районе 20 тысяч рублей, стоит учитывать. Так вот, если сравнивать эти два смартфона, то основная камера днем мне больше понравилась, как снимает Huawei. Лучше детализация каких-то мелких частей, несколько лучше экспозиция, хотя по цветопередаче в многих случаях Samsung оказывается интереснее. Вот Samsung снимает несколько красивее, при этом деталей днем больше на Huawei. Как только мы погружаемся в, или переходим в какое-то более темное помещение, а когда мы, там, скучаются, сумерки выпускаются, появляется ночь, в большинстве случаев снимает лучше Samsung. Здесь уже становится больше деталей, меньше несколько шумов, и вот, получается, результаты примерно вот такие. Но, в принципе, смартфоны снимают очень близко, и оба очень хорошо. Другое дело, по части видео, однозначно, мне больше понравился Samsung. Оба смартфона пишут максимум видео в Full HD, никакого здесь 4K. Причем надо понимать, что здесь Samsung еще не снимает Full HD 60 кадров в секунду, в то время как у Huawei эта фишка есть. Но при этом вот именно видео в Samsung мне понравилось больше. Опять же, и картинкой, и тем, как отрабатывает электронная стабилизация, которая вроде как Huawei есть, но вот эти проблемы с фокусировкой какие-то, что ли, или еще чего-то, ну вот, действительно, по части видео Samsung все-таки получше. По основной камере, пожалуй, все-таки я бы отдал тоже некоторые предпочтения Samsung. Хотя вот детализация, конечно, на Huawei она пободрее. С другой стороны, у Huawei есть такой режим, как ночь. В режиме ночь смартфон вот Huawei P30 Lite снимает, ну, по-особенному. Лучше, чем, допустим, в авторежиме. Я не могу сказать, что там детализация, опять же, становится сильно лучше. Все равно многовато шумов и так далее. Поэтому просто это дополнительный режим, но прям в плюс его данному смартфону, по сравнению с Galaxy A50, я занести не могу. А вот по батарейке, извини, Huawei, но у тебя изначально не было шанса. А батарейка 3400 мА, что, учитывая большой дисплей, и хотя и достаточно современный процессор, но все равно 4000 мА в Самсунге, что уже больше, и AMOLED дисплей. Samsung живет элементарно дольше. При этом касается как видео, причем здесь, если смотрите видео на смартфоне, там, YouTube-чик, или скидывается туда фильмы какие-нибудь, внутреннюю память или еще что-то, то здесь, конечно, Samsung вообще не оставит шансов в Huawei. Разница практически двухкратная. То есть Huawei крутит видео там что-то, часов там 9, у Samsung уже к 20 приближается, на максимальной яркости. Да и в повседневной жизни Samsung посадить к вечеру, ну, можно, конечно, но это достаточно сложно. Действительно, AMOLED дисплей очень клевая штука, именно вот с точки зрения энергоэффективности, особенно, когда включаешь там темную тему, темные обои. У Huawei просто этого нету, просто обычная хорошая автономность, но где-то на день. То есть, если активно гонять смартфон, если активно смотреть видео и так далее, Samsung лучше. Если же вы не так часто пользуетесь вот этими всеми, там, YouTube-чиками, играете в игрушечки и так далее, то их Huawei вам хватит на день как минимум, а дальше поставили на зарядку, да и все нормально. Сравнивая смартфоны по части звука, здесь надо констатировать, они практически одинаковые. Стерео здесь не там, не там нету, динамик один, но именно через голосовой динамик мне больше порадовало именно Galaxy A50. Звучание через наушники у смартфонов, в принципе, одинаковое. По части стандартов связи оба смартфона работают с двумя симками, есть NFC для оплаты обоими смартфонами, есть Wi-Fi 5 Гц, есть GPS GLONASS и так далее, поэтому здесь тоже, в принципе, все одинаково. Прошивку вообще касаться не буду, оба работают на Android 9 версии со своими оболочками и здесь, на самом деле, функциональность у них одинаковая. Оба смартфона разблокируются по лицу, работают это все хорошо, стабильность прошивок тоже вопросов не вызывает. Мой итог по данным двум смартфонам. На самом деле, выбирать между этими двумя смартфонами можно только, если вы не имеете какое-то предпочтение, например, к одному или к другому производителю, потому что оба смартфона очень-очень хороши за свою цену, но они дают отличную производительность, отличную камеру, достойная автономность и симпатичный внешний вид. Ну, кроме черного P30 Lite, еще раз говорю, это прямо... Он скучный. Чуть-чуть где-то чем-то лучше вот Samsung. Более красочный, больше экран. Чуть-чуть лучше, допустим, пишет видео. Чуть-чуть громче. Получше с автономностью. Поэтому вот из этих двух смартфонов лично я, несмотря на то, что я уже владею там далеко не первым Huawei, и у меня Samsung последний был лет пять назад, я все-таки из этих двух смартфонов выбрал бы Galaxy A50, который еще раз подтверждает звание короля среднего класса начала 2019 года. Что будет дальше, посмотрим. А пока посмотрите цены и характеристики этих двух всех смартфонов по ссылке под этим видео. Если остались вопросы, с чем-то не согласны, всех ждем в комментариях. Ну, конечно, подписываемся, ставим лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok